Что касается акции, она мне понравилась. В принципе, мы знали о том, что такая акция готовится. Скажите спасибо украинским девушкам, они вам помогают раскрутить ярмарку. Потому что, судя по всему, без таких акций, о ярмарке говорили бы меньше, чем при наличии таких акций. Что они там кричали, честно говоря, я не очень расслышал, потому что секьюрити работает очень жёстко. Такие здоровые логи. Был бы, навалились на девчонок. Это, мне кажется, что неправильно. Но можно было бы помягче с ними обращаться. На что они кричали, не разобрал, потому что я даже не рассмотрел, они блондинки, шатенки, либо брюнетки. Но мы все уже привыкли к таким акциям, и ничего страшного я здесь не вижу. Правда, лучше порядок не нарушайте. Если кто-то хочет дискутировать по каким-то политическим вопросам, то лучше это делать в одетом виде. Не раздеваться. Раздеваться нужно в других местах, на ФКК, там, где ещё, на людистских пляжах. Но здесь не холодно, в принципе, не страшно, не простудится. Что касается немецких организаций, в том числе неправительственных или правительственных работающих в России, вы сказали, что мы их ставим под контроль. Я ещё раз хочу сказать, если вы не услышали мой ответ на вопрос вашего российского коллеги. Мы никого не ставим под контроль, но мы хотим знать, сколько, по каким каналам и на какие цели идут в Россию деньги из-за границы. И прежде всего, хотим знать, занимаются ли эти организации, получающие деньги из-за границы, внутриполитической деятельности. В России принят на этот счёт соответствующий закон. И его все будут исполнять.